Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада вас приветствовать на цикле вебинаров Национального медицинского и исследовательского центра эндокринологии, которые посвящены очень важным заболеваниям, а именно заболеваниям метаболическим, к которым будут относиться сахарный диабет и ожирение. И позвольте представить вам первый доклад с таким грозным названием «Сахарный диабет. Болезнь века. Диагностика и лечение». Я сегодня постараюсь остановиться действительно на практических вопросах диагностики и лечения этого состояния, при этом не углубляться в какие-то серьёзные подробности. То есть рассказать основные понятия и основные представления о том, насколько же действительно нам сейчас угрожает сахарный диабет, какие в целом подходы к выявлению данного заболевания и общие подходы, по крайней мере, к стартовому лечению сахарного диабета второго типа. Именно на этом заболевании я буду сегодня преимущественно останавливаться. Ну, раз уж так заявлено, что сахарный диабет – болезнь века, действительно необходимо это обозначить в цифрах. И мы с вами видим, что, к сожалению, на нашей планете число пациентов с этим заболеванием очень велико. То есть по состоянию на 2021 год у нас официально зарегистрировано во всём мире 537 миллионов больных с сахарным диабетом. Каково распределение между различными типами этого заболевания? Мы с вами понимаем, что преимущественно это пациенты с сахарным диабетом второго типа. То есть они составляют никак не менее 75-80% общей популяции пациентов с сахарным диабетом. Есть другие, более редко встречающиеся типы. Например, сахарный диабет первого типа – это заболевание аутоиммунное. Это болезнь достаточно молодых людей, детей, подростков, молодых взрослых, которые заболевают с сахарным диабетом вследствие аутоиммунной природы из-за полного уничтожения клеток, которые вырабатывают у них инсулин. Но всё-таки в целом, если мы возьмём общую популяцию, то мы чаще всего встречаемся с сахарным диабетом второго типа. Там тоже поражаются клетки, которые производят инсулин. Это бета-клетки поджелудочной железы. Но они поражаются из-за непосильной нагрузки, которая на них оказывается. Чаще всего это заболевание возникает у пациентов с избыточной массой тела и ожирением. И уже даже по состоянию на сейчас, даже на два года назад мы видим, что 537 миллионов – это как приблизительно 3 населения, даже чуть больше Российской Федерации. Очень большое количество человек. Но при этом в буквально геометрической прогрессии будет расти число заболевших к середине нашего века. Ожидается, что будет 783 миллиона человек. При этом вот такие прогнозы, которые делаются, они выполняются в Международной диабетологической Федерации, они, к сожалению, всегда более благоприятны, чем то количество пациентов, которых мы реально видим. Вот здесь мы с вами можем наблюдать очень интересный график. Этот график посвящен тому, какие оценки по числу заболевших строились в различные годы. И вот мы с вами, если мы посмотрим 25-й год, то мы видим, что за три года с 2003 до 2006 года, тогда строились прогнозы на 2025 год. Сам по себе прогноз увеличился чуть меньше, чем на 60 миллионов пациентов. Это во-первых. А во-вторых, мы с вами понимаем, что в 2025 году никак не будет 380 миллионов, потому что сейчас уже более 500. И, соответственно, даже самые вроде как грозные прогнозы, они, получается, что перехлёстывает количество тех пациентов, которые реально выявляются. Даже, вот я говорю, те прогнозы, которые должны нам какую-то истинную цифру демонстрировать. Поэтому на текущий момент, к сожалению, у нас нет каких-то оптимистичных восприятий того, как будет изменяться число пациентов с сахарным диабетом. Судя по всему, оно будет только расти. И мы видим, опять же, вот такую же тенденцию в оценке прогнозируемого числа пациентов с сахарным диабетом в 2045 году. Ну, буквально, да, с 2019 года по 2021 год – это плюс ещё 83 миллиона человек. Ну, очень много, да. Вот вы скажете, что разбрасываемся тут миллионами, может быть, таких пациентов на самом деле меньше. Я могу сказать, что совсем не меньше. Это совершенно чётко можно говорить, потому что, как я говорила, основным фактором риска развития наиболее частого типа диабета, это с сахарным диабетом 2 типа, является избыточная масса тела и ожирения. И по данным эпидемиологических исследований, крупных, очень хорошо спланированных, которые были проведены в Российской Федерации, это исследования и с названием таким Nation, исследования СРФ, они были очень похожи в оценке вот этих вот факторов риска метаболических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний. И то, и другое подтвердило, что у нас как минимум треть населения, по крайней мере, в Российской Федерации, находятся в зоне ожирения, и ещё треть находится в зоне избыточной массы тела. Поэтому число пациентов с сахарным диабетом, безусловно, будет расти. Раз две трети населения одной взятой страны Российской Федерации, оно характеризуется такими цифрами избыточной массы тела и ожирения. Мы не исключение, всё то же самое во всём мире. Если так себе представить, две трети мира имеют избыточную массу тела и даже большее ожирение, и, безусловно, среди всех этих пациентов будет только нарастать число пациентов с сахарным диабетом 2 типа. От этого мы никуда не денемся. Но нам важно всё-таки понимать цифры в Российской Федерации, я их здесь приведу. Опять же, это результаты исследования Nation, они были опубликованы исходно в 2016 году. Здесь мы видим с вами, что в соответствии с исследованием уровня гликированного гемоглобина, я о нём ещё скажу, это очень важный показатель для диагностики сахарного диабета. В целом он нам может сказать, есть диабет или нет диабета, или есть условное состояние предиабета или группы риска по развитию сахарного диабета 2 типа. Как делится население Российской Федерации? Мы видим, что приблизительно три четверти населения не имеют нарушения углеводного обмена, почти 20%. То есть надо вдуматься, каждый пятый человек имеет предиабет и около 5,5% имеют сахарный диабет 2 типа. Здесь вы видите вот это суммарное число, 5,44 разделены на две цифры, 2,5 и 2,9. О чём они говорят? О том, что среди всех людей, которые в этом исследовании изучали на предмет наличия у них сахарного диабета, половина знали о том, что у них есть сахарный диабет, это диагностированный сахарный диабет. То есть людей проверяли, есть ли у них диабет или нет. Они говорили, да, мы знаем, что у нас есть, но всё равно, пожалуйста, проверьте. А половину проверяли людей, которые говорили о том, что нет, у нас нет этого заболевания, и впервые выявляли в рамках исследований. Поэтому в целом надо понимать, что вот распространённость сахарного диабета на текущий момент составляет вот такое число, 5,4. Возможно, сейчас больше, потому что это данные по состоянию на 2016 год. И половина из этих людей не знает о том, что они болеют сахарным диабетом 2 типа. Поэтому есть проблема. Есть проблема в том, что мы недостаточно рано выявляем это заболевание. Ну, сегодня моя задача рассказать о том, как его выявить и как его лечить. Для диагностики сахарного диабета применяется так называемый глюкозотолерантный тест, который предусматривает оценку двух показателей. Первый показатель – это определение глюкозы натощак. И второй показатель – это определение глюкозы через 2 часа после углеводной нагрузки, то есть такой достаточно приторной жидкости, но которая стандартизирована. Это 75 г безводной глюкозы. Вы видите нормальные значения, верхний порог нормальных значений, которые может иметь здоровый человек. То есть тот человек, которому мы скажем, что нет, у вас нет ни сахарного диабета, ни предиабета. Этим цифрам будут соответствовать значения 6 ммл натощак и 7,7 через 2 часа после проведения глюкозотолерантного теста. Важно за время вот этого теста никуда не ходить, никаким физическим упражнением не заниматься, безусловно, не есть. То есть, в общем, пациент обычно спокойно ждет где-то второй точки взятия у него крови. Если мы видим цифры в желтом диапазоне 6,1-6,9 натощак, 7,8-11 через 2 часа, мы ставим то или иное предиабетическое нарушение углеводного обмена. Если натощак – это нарушение гликемии натощак, называется диагноз. А если через 2 часа, то нарушение толерантности к глюкозе. Если же цифры превышают эти показатели, то есть любая глюкоза натощак выше 7 или через 2 часа выше 11,1, или же у нас появляется такой важный показатель, как гликированный гемоглобин, и он выше 6,5%, то при сочетании вот двух любых показателей мы можем поставить пациенту диагноз сахарный диабет. Почему важен и ценен гликированный гемоглобин, который, как я сказала, служил такой точкой опоры для нас в предыдущем исследовании, на основании чего мы ставили пациентам этот диагноз в эпидемиологическом исследовании? Потому что глюкозу натощак можно, естественно, на неё как-то повлиять тем, как пациент питался в предыдущую, по крайней мере, ночь. То есть значение натощак – это как минимум 8 часов голодания. Что-то мог перекусить, забыть, утром жвачку пожевать, на эту цифру как-то можно повлиять. На уровень гликированного гемоглобина, безусловно, есть факторы, которые влияют, тем не менее это более стабильный показатель, и он отражает в среднем, какая была глюкоза за предыдущие 3 месяца. И вот пороговое значение 6,5% и выше говорят о том, что сахарный диабет есть. Вот это важные три цифры в красном диапазоне, которые необходимо помнить для того, чтобы пациенту диагноз поставить. Я повторюсь, что нам нужны два каких-то исследования для того, чтобы выставить диагноз. Это не обязательно должен быть тест. Если пациент приходит у него дважды натощак значения выше 7, то мы тоже можем поставить ему этот диагноз. После диагностики надо понимать, что запускается целый большой алгоритм лечения этого заболевания. И до 2005 года у нас существовала возможность не лечить сахарный диабет медикаментозно, лечить только с помощью изменения образа жизни. Но уже достаточно давно такой возможности у нас нет. И эту возможность отобрали не потому, что изменение образа жизни – это неправильно. Мы сейчас с вами обсудим, что это очень важно для наших с вами пациентов. Такой возможности у нас нет по одной единственной причине, что пациенты, к сожалению, редко когда хотят, могут или пользуются вообще этой возможностью как-то что-то с образом жизни сделать. Поэтому на текущий момент первым препаратом для лечения пациентов с сахарным диабетом является метформин. Это препарат очень давно известный. Этот препарат, в принципе, не плохо переносится. У него есть ряд нежелательных явлений, у него есть ряд не такой большой противопоказаний. Но большинство пациентов с сахарным диабетом 2 типа, я сейчас буду говорить преимущественно о сахарном диабете 2 типа, не буду говорить про первый тип терапии, которого является только инсулинотерапия, метформин мы назначаем. Вот для многих пациентов с сахарным диабетом 2 типа будут получать препараты метформин. Метформин – это препарат, который показан не только для лечения сахарного диабета, но и предиабета. И вот на этом исследовании метформина мне хотелось бы показать вам значимость изменения образа жизни. Мы с вами сможем сравнить, что эффективнее интенсивная программа по изменению образа жизни или метформин с точки зрения, если не лечения, то, по крайней мере, профилактики сахарного диабета у лиц предиабета. Мы с вами уже видели, что на самом деле предиабет от диабета отличается только лишь, по большому счёту, десятыми. То есть цифрой после запятой в значении глюкозы, либо натощак, либо через 2 часа после глюкозтолерантного теста. В этой категории пациентов с предиабетом метформин тоже показан. То есть он является как первым препаратом для лечения сахарного диабета 2 типа, так и единственным препаратом, который у нас зарегистрирован для лечения предиабета. И мы видим с вами здесь, что вот то показание для лечения предиабета, которое для метформина было зарегистрировано, оно вышло из исследований, в котором сравнивался приём плацебо, сравнивался приём метформина или интенсивная программа по изменению образа жизни. И тут очень важно понимать, какой метод эффективнее, в какую сторону эти весы наклонятся. Вот мы с вами априори как-то догадываемся, что, наверное, плацебо тут не выиграет с точки зрения профилактики сахарного диабета. А вот метформина или программа по изменению образа жизни, что будет эффективнее? Чтобы понимать, что такое программа по изменению образа жизни, надо понимать, что это не олимпийские рекорды. Так как, безусловно, сахарный диабет и предиабет развиваются у пациентов с избыточной массой тела и ожирением, то цель для пациента с сахарным диабетом второго типа по модификации образа жизни в абсолютном большинстве случаев будет заключаться в уменьшении массы тела. При этом обратите внимание, мы всё-таки не говорим пациенту о каких-то невероятных рекордах. Снижение массы тела на 7%. Грубо говоря, для пациента с массой тела 100 кг – это будет снижение до веса 93. Не до 50 кг, не до 60, до 93, со 100. Поэтому это тоже задача, которую нелегко реализовать, но она какая-то посильная. То есть в целом пациент должен понимать, что в течение года, наверное, это можно реализовать. То есть изменение образа жизни с точки зрения воздействия на нарушение углеводного обмена, на предиабет, на сахарный диабет – это не что-то сверхъестественное. Плюс физическая нагрузка 150 минут в неделю. Тут надо сказать, что снижение массы тела чаще всего достигается всё-таки теми или иными ограничениями в питании. Если не вдаваться в подробности, то понятное дело, что самые калорийные продукты – это кондитерские изделия, куда добавляется сахар, ну и, безусловно, жирные продукты, особенно полуфабрикаты, то есть там такие, как колбасы, вот эти вот изделия. Их, конечно, надо максимально ограничить. Плюс добавить физическую нагрузку. Физическая нагрузка очень важна. И под 150 минутами в неделю что подразумевается? Что эти 150 минут в неделю не один раз в неделю, а всё-таки максимально распределённые на протяжении всех 7 дней. То есть желательно, допустим, 30 минут хотя бы 5 раз в неделю. Что нам нужно? Нам нужна умеренная интенсивность и аэробная нагрузка. Ходьба, танцы, плавание, лыжи, коньки, ролики, велосипед, самокат. Понятное дело, что всё очень адаптируется к тому, чем ещё страдает пациент. Безусловно, пациенту, у которого болят колени, рекомендовать велосипед не стоит. Но ходьба или плавание – это что-то абсолютно универсальное. Я редко могу себе представить пациента, который не может вот эту физическую нагрузку выполнять. Безусловно, физическую нагрузку для пациентов необходимо увеличивать постепенно. Это ещё связано с тем, что пациенты с сахарным диабетом 2 типа – это пациенты более старшего возраста. То есть если мы говорим, что в целом распространённость популяции 5,4, то надо понимать, что среди пациентов старшего возраста она и сосредоточена вся эта распространённость. То есть там диабет будет встречаться чаще. Ну и, наконец, самое важное слово в отношении физической нагрузки – это регулярность. То есть надо, чтобы пациент единожды принял эту парадигму того, что без физической нагрузки и без сравнительно умеренного снижения массы тела ему никуда не деться. Почему это важно? Потому что я обещала сейчас сравнить эффективность метформина и физической нагрузки в отношении профилактики развития сахарного диабета 2 типа. Если бы мы с вами виделись очно, я бы с удовольствием на эту тему подискутировала, потому что на самом деле это очень любопытно, насколько мы не воспринимаем изменение образа жизни как нечто действенное. Практически всегда, если поднимается этот вопрос, любой аудитории скажет, что метформина наверняка обладал лучшим эффектом, чем изменение образа жизни в отношении профилактики сахарного диабета. Но это не совсем так, и вы это видите на графике. Исследование длилось 4 года. Повторюсь, это были лица как минимум с избыточной массой тела, а то и с ожирением, уже имеющие предиабет, которым назначали либо плацебо, это был контроль, то есть это, по сути, естественное течение предиабета, либо метформин, либо изменение образа жизни. И мы видим те проценты, на которые снижался риск развития сахарного диабета у лиц с предиабетом, тогда, когда мы добавили либо метформин, либо рекомендовали пациентам вот это изменение образа жизни, которое, как мне кажется, очень умеренным. 30 минут какой-то активности дополнительной, и снижение массы тела исходно на 7%. Да, безусловно, этим надо заниматься, это надо делать, и надо делать регулярно, но это не что-то, что наш пациент не может себе позволить. И это было гораздо эффективнее, чем прием препарата. Но, безусловно, препарат мы стараемся пациентам всем практически с предиабетом назначить, и, как вы видите, назначить этот препарат пациентам с впервые выявленным сахарным диабетом, просто в силу того, что изменение образа жизни, оно, к сожалению, дается пациентам достаточно нелегко. Поэтому метформин, он обладает таким заслуженным своим первым местом и в лечении пациентов с предиабетом, и в лечении пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом. Но, как вы понимаете, одного лишь метформина нам зачастую для пациентов недостаточно. И вот тогда, наверное, вопрос того, достаточно или недостаточно того или иного препарата, он в большей степени касается, конечно, лечащего врача, этого пациента. Я не буду сейчас говорить о том, как мы определяем, достаточно или недостаточно, просто хочу поговорить о тех препаратах, которые мы, помимо метформина, можем использовать для лечения пациентов с сахарным диабетом второго типа. Ну, в целом, по группам, по классам, и основные какие-то точки приложения, когда они нужны. Второй препарат после метформина, да, то есть то, что мы к метформину добавим. Обычно мы этот препарат определяем на основании того, какая еще клиническая проблема, кроме самого по себе сахарного диабета, есть у пациента. И вот эти проблемы могут быть разными. И одной из первых проблем является высокий риск гипогликемии. Так как все наши препараты сахароснижающие, то многие из них, не все совсем, но многие могут обладать свойством такого чрезмерного снижения уровня глюкозы в крови. И вот этот высокий риск гипогликемии, для кого характерен? Для пациентов пожилых, пациентов с нарушениями памяти, пациентов, те, которые нерегулярно принимают пищу, или у них интенсивная физическая нагрузка, которая обычно сопровождается более высоким употреблением уровня глюкозы. Или же это пациенты с хронической болезнью почек, то есть со сниженной функцией почек. Какие препараты этим пациентам мы можем предложить? На самом деле, большое количество. И помимо метформина, мы будем здесь видеть несколько классов. Это ингибиторы дипептидил, пептидаз четвертого типа, или различные глиптины. Сейчас их около восьми на нашем рынке. Это могут быть агонисты рецепторов глюкогозоподобного пептида первого типа. Это такие препараты, как лироглутит, семоглутит, дулоглутит. Они представлены в основном в инъекционной форме. Семоглутит есть таблетированный. Это ингибиторы натрия глюкозного транспортера второго типа, или глифлозины. И наиболее использующиеся сейчас глифлозины – это дапоглифлозин, демпоглифлозин, канаглифлозин и проглифлозин. И тезалидиндионы, пиоглутазон. Пиоглутазон был у нас на рынке и раньше. Сейчас он переживает определенный ренессанс. Он доступен у нас в виде комбинированного препарата с ингибитором ДПП-4 алоглептина. Почему эти препараты можно принимать у пациентов, у которых есть высокий риск гипогликемии? Потому что эти препараты не вызывают гипогликемии. И надо сказать, что из препаратов, которые гипогликемии вызывают, на самом деле классов таких не очень много, а именно производные сульфанилмочевины и инсулины. Но инсулины применяются у пациентов, как я уже сказала, с сахарным диабетом первого типа всегда, с сахарным диабетом второго типа, конечно, тоже. Но обычно тогда, когда мы испробовали возможность всех таблетированных препаратов. Поэтому в целом мы видим с вами, что у нас явный перекос с точки зрения, по крайней мере, числа классов, которые не вызывают гипогликемии. Но при этом, я думаю, что вам тоже хорошо известно, и по тем препаратам, которые пациенты и получают льготно, и покупают, что производных сульфанилмочевин у нас очень много. Это связано со стоимостью. Но вот это вот нежелательное явление, высокий риск гипогликемии, конечно, это очень осложняет для нас компенсацию пациентов с сахарным диабетом. Это же представьте себе, пациент себе живёт, принимает препараты, вдруг бац, у него значение глюкозы падает ниже трёх. Это очень неприятно. Это тремор, это спутанность сознания, это выраженная тошнота, это возможность потери сознания. В общем, это неприятная такая история, поэтому производные сульфанилмочевины нам, конечно, нужны, но желательно не вторым препаратом после метформина. Какие ещё могут быть проблемы? Ожирение. И с точки зрения лечения избыточного веса ожирения, у нас есть несколько групп препаратов, которые позволяют панстилу дополнительно снизить, а именно агонисты рецепторов ГПП-1, ингибиторы натрия-глюкозного котранспортера второго типа. Метформина условно относится к этим препаратам. Надо понимать, что метформин, ну уж как-то очень значимую массу тела обычно не снизит. Ну, по крайней мере, точно её не увеличит, и это замечательно. Какие у нас ещё есть потребности у пациента с сахарным диабетом второго типа? Из-за того, что высокие значения глюкозы, они, и вот эта высокая концентрация глюкозы, она никуда не денется из сосудистого русла, пока мы её не снизим, то на фоне того, что пациент декомпенсирован, у пациентов, к сожалению, развиваются так называемые сосудистые осложнения. Эти сосудистые осложнения, они прямо имеют такую аббревиатуру сердечно-сосудистые заболевания или атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания. И по большому счёту, это та ситуация, из-за которой наш пациент погибает. Поэтому при наличии вот этих вот атеросклеротического генеза сердечно-сосудистых заболеваний или хронической болезни почек или сердечной недостаточности, мы с вами видим, что имеют преимущественно некоторые классы препаратов. Я сейчас это чуть ближе покажу. Надо понимать, что таких пациентов, ну, приблизительно от четверти до третьих, да, среди всех пациентов с сахарным диабетом второго типа. Какие же препараты хороши? При хронической болезни почек, то есть при снижении функции почек, это глифлозины, агонисты рецептора ГПП-1. И вот тут один представитель производных сульфанемочевины, гликлозит модифицированного освобождения, он показал своё преимущество. Да, но тут тоже важно понимать, что тут необходимо принимать оригинальные препараты. С точки зрения факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, опять, да, похожий класс препаратов, агонисты рецептора ГПП-1 и глифлозины. Если уже имеется, да, сердечно-сосудистые заболевания, что это значит? Что был инфаркт, был инсульт, была процедура так называемой ревускулиризации, когда восстанавливали кровоток, это либо стентирование, либо шунтирование. Мы видим, что есть преимущество, опять же, у глифлозинов, агонистов рецептора ГПП-1 и пиоглитозона. У пациентов с сердечной недостаточности назначаются ингибиторы натрия-глюкозного транспортера второго типа, и они на текущий момент имеют отдельные показания, уже лиц без сахарного диабета, по терапии сердечной недостаточности, ну, как и в хронической болезни почек. Что важно, всё-таки один из препаратов из производных сульфанимочевина, вот мы видим тут разницу, да, в этих препаратах, глибинкламид в большинстве этих случаев противопоказан. Поэтому вот от этого препарата мы стараемся отойти совсем, хотя, опять же, стоимость его заставляет его циркулировать пока что на рынке. Мы с вами говорили, что много очень пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, да, и вот с проблемами с сердечно-сосудистой системой, болезнью почек, но всё-таки большинство пациентов не имеют данных состояний, и эти пациенты, они будут получать, безусловно, метформин, но сейчас у нас тенденция отмечается такая, что мы желательно в диабете, в дебюте сахарного диабета второго типа нам бы назначить больше препаратов, чем один лишь только метформин. И это логично очень объясняется, потому что я много говорила про предиабеты, при предиабете назначается один лишь сахароснижающий препарат метформин, и нелогично, что пациент с предиабетом, пациент с первой выявленным сахарным диабетом получает одинаковую терапию. Поэтому на текущий момент принято, то, что в дебюте заболевания у пациента без сердечно-сосудистых заболеваний, хронической болезни почек или сердечной недостаточности назначается сразу комбинированная терапия. И в данном случае с точки зрения исследования, я не буду приводить сейчас результаты исследования, оптимальный эффект показала фиксированная комбинация метформин и ингибитора ДПП-4. Поэтому, как вы видите, для разных классов сахароснижающих препаратов есть свои точки приложения, есть ситуации, в которых они показали наибольшую эффективность, наибольшую безопасность. Мы их все активно используем. Ну, а с точки зрения помощи сотрудников такой фармацевтического бизнеса, ну, что хотелось бы отметить? Мне хотелось бы, конечно, сказать, что очень важно для наших пациентов с сахарным диабетом напоминать, что вот такие важные параметры, как контроль их состояния, контроль уровня глюкозы, периодический контроль гликированного гемоглобина, потому что используем мы его не только для диагностики, а используем потом для оценки того, насколько эффективна терапия, потому что что мы ожидаем, что их исходный высокий уровень гликированного гемоглобина будет снижаться в ответ на наши терапевтические какие-то вмешательства. Вот это лишний раз им напомнить, и лишний раз напомнить, зайти к врачу, а не только проконсультироваться в аптеке в отношении того, что им принимать. Я благодарю вас за внимание.